В зале Дворца детского и юношеского творчества почти не было свободных мест. Их заняли люди, убеленные сединами, но с искрами прежнего задора в глазах. Тот золотой фонд Дубосарского района, который сегодня в День пожилых людей, мы пришли в этот зал честовать, сказать им слова благодарности за прожитые жизни, за тот вклад, который они внесли в дело становления района, нашей республики. Безусловно, молодому поколению есть чему учиться у этих людей. И приятно, что в этом зале находятся не только люди пенсионного возраста, но также и дети. Также их внуки, которые пришли вместе со своими бабушками и дедушками. Николай Петренко почти полувека посвятил вооруженным силам. Воспитал двоих детей, сейчас растет внуков. Говорит, рад, что они пошли по его стопам. У нас, как всегда, на высоте. Я не жалуюсь ни на что. Я пенсионер военный. С женой живем дружно. 51 год совместной жизни. Внук у меня старший, уже лейтенант, летчик. А меньший, в седьмом классе. Дочка на пенсии, сын на пенсии, сын капитан второго ранга. Поздравить тех, кто защищал родину, восстанавливал разрушенное хозяйство после Великой Отечественной. Укреплял мощь страны и приумножал ее богатство. Пришли руководители предприятий, организаций и руководство района. Большое вам спасибо. Смотрите в оптимизм и с оптимизмом в будущее. Я уверен, все мы с вами увидим тот момент, когда республика наша будет признана, и мы вместе станем жить лучше. В этот день для бабушек и дедушек танцевали, пели песни и рассказывали стихи юные жители района. Много здоровья вам на двоих. Счастья желаю еще на два века. С днем пожилого вас человека. Мы танцуем для них вальс. И очень зажигательный молдавский танец, чтобы поднять настроение. Для нас выступать перед пожилыми людьми это даже какая-то честь, потому что это наше прошлое, это наши бабушки, это и ветераны Отечественной войны даже могут быть. И для нас это, естественно, очень приятно. В Дубасарском районе 10 тысяч пожилых людей. Более половины из них это пенсионеры. Некоторые до сих пор продолжают работать учителями, врачами, развивая сельскохозяйственную отрасль. Многие из них за многолетний труд отмечены почетными грамотами президента республики и высокими государственными наградами. Анжела Каранчук, Виктор Миличук, Первый Приднестровский.